дорогие друзья доброе утро и мы продолжаем изучать продолжаем изучать тору все продолжаем изучать тору и сейчас секундочку у нас будет шестой урок по теме благодарность потому что благодарность это самое главное для улучшения жизни для спасения для всех важных решений вашей жизни благодарность это самое главное мы сейчас с помощью благодарности все улучшим и изменим и и будет все хорошо всевышний будет нами доволен и добро победить и так дорогие друзья всем доброе добрейшие веселейшие прекраснейшее утро несмотря на то что творится вокруг вокруг все творится это все замысел всевышнего мы должны верить и доверять всевышнему что бог который нам давал жизнь до этого момента он хозяин он хозяин нашей жизни он хозяин всего мира он хозяин мироздания и у нас нет никаких оснований ему не доверять и само по себе не доверяя всевышнему это самому по себе является самой большой нашей проблемой это то что мы сейчас изучаем система рабшего маруша и даже если кто-то в этом сомневается Попробуйте, попробуйте. Я уверен, что это лучший способ в жизни, который только возможен. Итак, значит, чтобы вся духовная сила от нашего урока пошла на прекращение войны, войн, чтобы злодеи были уничтожены и наказаны. Все злодеи, все. Всевышний знает, кто злодей, кто не злодей. И Всевышний знает, значит, когда начать, когда закончить. И вот мы молимся, мы так как мы добрые, хорошие люди. Я уверен, что все, кто учат Тору через платформу Ваикра, однозначно хорошие, добрые люди. И мы все молимся, чтобы мир, наступил мир, чтобы злодеи были наказаны. То есть Всевышний, мы уверены, что есть высшая справедливость, когда Бог, Он точно нам сказал, это не хаос, это мир Всевышнего, что зло будет наказано. И мы хотим усилить нашим урокам силы добра, усилить воинов добра, Усилить тех, кто несет добро. И, значит, пусть несчастные жертвы, злодеев, пускай будут заложников всех, чтобы отпустили, Чтобы заложники все были, выжили, все были отпущены. Потому что, в принципе, весь мир сейчас, мы с вами тоже, мы заложники кучки злодеев, Которые, вот если эти люди, я просто знаю, они любят воевать, они любят убивать, Они любят прям их жестокость, это для них их жизнь, наслаждение. Мы все заложники этих людей. Большая часть мира не любит воевать. Вот я всю жизнь, мне уже 50 лет я живу, нормальные люди хотят жить нормально. Люди любят кушать, люди любят общаться, люди любят веселиться, радоваться, воспитывать детей, Играться с детьми и так далее. Все хотят одного и того же. И только злодеи хотят убивать. Вот, чтобы Всевышний дал силу добрым, хорошим людям. И сегодняшний наш урок начинается с того, мы изучаем книгу Равшалома Аруша «Сад Благодарности». Начинается он с того, прям такая, будь человеком. И он говорит, кто такой человек? Он говорит, даже без торы, даже без торы, без божественного, без упоминания заповедей и так далее, мы можем обратиться к своему опыту и посмотреть, что нас в общении друг с другом сильно ранит. Понятно, что агрессия, грубость, она ранит. Это как бы, ну, это очевидно, это аксиома. Когда кто-то нападает на другого, это ранит. Но если мы нормально общаемся с людьми, вот просто норма, хорошие ровненькие отношения, такие, знаете, как, ну, такое средненькое, да, ничего особенного выдающее. Он на тебя не нападает, ты на него не нападаешь. И вот люди делают друг другу какой-то позитив. Вот сделал ты кому-то один позитив, второй, а он неблагодарный. То получается, что неблагодарность, она очень-очень вредит отношениям. Она очень сильно ранит людей. И он это говорит, что если к тебе не испытывают благодарность за сделанное тобой добро, ты переживаешь огромную боль. И ничто так не ранит человека, как неблагодарность. И каждый это испытал где-то на своей судьбе. Теперь, но если неблагодарность по отношению к тебе ненавистна, тебе, да, тебе не нравится, что тебя не благодарят, да, так постарайся ее не совершать по отношению к Всевышнему. Теперь давайте повернем ситуацию в обратную. И скажем так, секундочку. Знаете, была история, когда был коронавирус, один человек попал в больницу в Италии. У него не было медицинской страховки. И он две недели лежал подключенный к аппарату искусственного дыхания. И когда он вышел, ему предоставили счет, около 20 тысяч евро был счет за его двухнедельное пребывание в больнице, подключенным к аппарату искусственного дыхания. И он, значит, сказал вот такую фразу. Он говорит, вы знаете, я никогда в жизни не думал, что дышать стоит тысячи евро в день. Что просто то, что я дышу своими легтями и могу это делать, это если я не могу, так мне надо за это платить тысячи евро, чтобы мне помогли дышать. И он сказал, сколько же я должен Всевышнему за все годы моей жизни, что он мне давал возможность дышать, а я его не благодарил. Это он говорит, я мультимиллионер, то есть 365 дней в году, за три года я надышал на миллион, а за 60 лет на 20 миллионов евро он надышал. Он говорит, спасибо Всевышнему, он мне бесплатно дал на 60 миллионов евро только дыхание, а если все остальные функции посчитать. Так вот, получается, что мы, когда человек не благодарит Всевышнего за то, что у него есть, он просто неблагодарное животное, можно так сказать. Что он пользуется, но не благодарит. И у каждого из нас накоплен огромный долг перед Всевышним за вот эту неблагодарность. И дальше он пишет такую вещь, что неблагодарность это средоточие зла в человеке, поскольку, как уже сказано, всегда следует благодарить, сделавшего тебе добро. И уметь быть благодарным это самая основа человеческой морали. И дальше он говорит, теперь, если мы об этом помним, тогда нам становится понятно, что любое наказание в этом мире, болезни, разводы, беды, постигает нас лишь за грех на отпрасных жалоб, которые мы все еще не исправили. И что голод не прекратится, пока мы продолжаем роптать и ныть. Если поймем, что основная наша работа должна быть работой над исправлением неспособности быть благодарными. И когда мы научимся жить в благодарности и признательности, тогда избавление будет приходить семимильными шагами. Именно этому он говорит, я хочу научить этой книгой. И от этого зависит все избавление человечества, приход Машеха. Нужно научиться говорить спасибо. Представляете, как все просто. Как все просто. Если мы научимся говорить спасибо и будем говорить спасибо Всевышнему, мы сразу же перейдем в Машех, будет личное избавление, общественное избавление, закончится война и так далее. Это выглядит странно. Да, мне по лодике, у меня очень мозг работает по лодике. Я думаю, должно быть этот мир очень уравновешенный. И вот я как раз узнал, действительно это очень логично. Смотрите. Если в... Когда вышли из Едипта, 9 ава, были неблагодарными, да? То есть, Бог вывел из Едипта, вывел из рабства, дал Тору, перевел через море, пришли в землю Израиля. И они были неблагодарными. И они тогда плакали впустую, роптали впустую. И, значит, это было причиной того, что их вернули в пустыню. То есть, мы отсюда видим как бы модель, что Всевышнего неблагодарность, нытье. И то, что мы Ему не доверяем, Всевышнему, это является самой большой проблемой. Теперь, как это исправляется? То есть, просто стать нормальным, это не исправить. Есть по Торе, есть такая, это говорил Еленский Гаон, есть такая, как модель он нам давал. Он говорит, вот смотрите, вот, например, есть согнутый лист, да? Вот он вот такой, согнутый лист. Это когда у человека есть качество, а не благодарность. Теперь, чтобы его выпрямить, быть благодарным, казалось бы, надо вот так сделать, чтобы выпрямить лист. Правильно? Неправильно, потому что если я так выпрямлю, он опять уйдет. То есть, как человек, который привык ходить кривым, он ходит кривым. Ему говоришь, выпрямься, он выпрямился. Потом он начинает что-то читать, смотреть, оп, опять кривой. Ты ему выпрямься, он выпрямился опять. То же самое, неблагодарный, был неблагодарным. Надо стать благодарным. Спасибо. И опять забыл. Чтобы выпрямить этот лист, говорит Веленский Гао, нужно его перегнуть в другую сторону. И когда ты его перегнул в другую сторону, видите, он стал прямым. То есть что получается? Получается то, что если самый большой грех – это неблагодарность Всевышнему, им страдает большая часть людей в мире, которые вообще не помнят про Всевышнего, а те, кто помнят, тоже не особо ему благодарят, особенно в моменты, когда видят что-то, что идет не по их плану, то для того, чтобы это исправить, нужно стать сверхблагодарными. То есть нужно перегнуться в другую сторону, как человек, который хочет выпрямить спину, он должен прямо ее так укреплять, чтобы у него мышца аж спазмировала. И когда у него спазмируют мышцы в другую сторону, тогда он уже оп и станет прямым. Понятная идея, да? Дальше он говорит, конец всем бедам. Когда наступит конец всем бедам, он говорит так. Итак, напомним святые слова Раби Натана, он ученик Раби Натана, который ученик Раби Нахмана, и он говорил так. Ибо действительно, если бы все слушались истинных праведников и шли этим путем, верили всегда в благословенного Господа, и что все к лучшему. Вот это и есть вера, когда все хорошо, конечно, спасибо Всевышнему. А когда ты находишься в ситуации, тебе кажется, что все, выхода нет. И ты говоришь, спасибо Всевышний, я знаю, что выход есть. Я знаю, что ты все делаешь для добра. Я знаю, что ты все делал для добра, делаешь для добра, будешь делать для добра. Выход есть. И вот это вот и является перегнуть благодарность в другую сторону. Если ты будешь верить в Бога, и что все к лучшему, всегда воздавая благодарность и хвалу благословенному Господу за хорошее и дурное, как написано, на Бога чье слово хвалю я, на Господа чье слово хвалю я, полагаюсь. Это царь Давид, 56-й псалом. Тогда, несомненно, совершенно отошли бы все беды и знания, наступило бы полное избавление, освобождение, приход Машеха, зло исчезло. Теперь, действительно, вот если бы хотя бы даже небольшая группа людей, но могли бы вот так вот прямо со всей силы благодарить Всевышнего, может быть, этой духовной энергии, благодарности хватило бы, чтобы... Еще раз, зло существует как темнота. Зло – это темнота. Там, где мало света, там есть темнота. То есть, само по себе темноты не существует. То же самое зло. Зло есть там, где не хватает добра. Поэтому благодарность – это высшее проявление добра, а благодарность, когда ты не знаешь, и когда тебе сложно, это еще лучше. И последнее, то, что мы сегодня здесь, вот я подчеркнул, в этом исправление и ответ. В пустыне мы роптали напрасно, видя так много блага, и, несмотря на это, плакали из-за каждой малости, которая у нас не получалась. То есть, народ Израиля было все хорошо в реальности, то есть, были чудеса, прямое проявление Всевышнего, они плакали. Поэтому теперь, мера за меру, вот теперь исправлением является то, что мы должны благодарить за все, за все беды, верить, что нет зла, и что Всевышний делает нам только хорошее. Даже если, на первый взгляд, нам кажется, что это плохо. Нужно смотреть на все, что с нами происходит с точки зрения добрых стремлений Всевышнего. То есть, для того, чтобы мера за меру выправить ту ситуацию, когда человеку хорошо, было хорошо в пустыне им, на самом деле, они жаловались. Теперь, чтобы это выправить, надо, когда плохо, благодарить. То же самое с нами. Когда было у нас все хорошо, я помню, какая жизнь прекрасная была. В Киеве, например, с 2010 по 2020 год я жил в Киеве. Но все время, там, половину времени, скажем, был недовольный. Сейчас я думаю, как вообще мог быть недовольным. То же самое здесь. Мы еще неделю назад жили в раю. Сейчас началась война. Страшно. Все, прямо весь мир на грани Третьей мировой войны. И вот теперь, если мы тогда не благодарили, чтобы это исправить, когда было хорошо, не благодарили. Вот сейчас надо начать благодарить. Когда страшно, когда плохо, когда больно, вот в этот момент благодарить. И то же самое касается лично каждого из нас. Большую часть жизни люди недовольные. Они недовольны, когда на самом деле у них все хорошо. Им какая-то ложка дегтя портит вообще бочку меда. Теперь, чтобы это исправить, когда плохо, нужно вот в этот момент благодарить. И говорить, Всевышний, спасибо тебе, спасибо, спасибо. И тогда как бы все уравновешивается. И Всевышний, он же добро, он возвращает обратно все, что было хорошо. Но уже когда будет хорошо, мы будем благодарить. Будем не просто уроди проводить, а песни петь. Будем плясать, будем танцевать, радоваться. И прославлять Всевышнего. Когда все хорошо, уже мы не забудем, что надо было благодарить. И практический урок из книги «Сэн Кью». То есть раз нам Раф Шаламаруш так грамотно объяснил, что нужно благодарить и почему. Теперь давайте мы узнаем, а как. Вот эта книга дает практические инструменты. Говорит нам Раф Зелик Плистин, что самое главное в человеке, это то, что он думает о себе. Значит, как ты себя вообще представляешь, кто ты. И значит, когда то, что ты думаешь о себе. Self-image of being grateful, называется глава. Значит, и что он говорит. Тут, кстати, интересно, я задумался. Вот если спросить человека, какой ты, да. Вот есть люди, которые прям, они говорят, я точно знаю, вот они такие конкретные. Они говорят, вот я говорю тебе факты, на самом деле все. Если ты его спроси, хорошо, ты прям про окружающий мир знаешь все. Ну, про себя-то ты точно же еще больше знаешь. Он скажет, да. Или спроси, а какой ты? Вот какой ты? Он скажет, ну, я такой, я, например, там, красивый. А ты его спросишь, а у тебя есть что-то некрасивое? Ты по всем мнениям красивый? Он скажет, ну, не по всем мнениям. А еще какой-то, я добрый. А ты по всем мнениям добрый? Не, ну, иногда я бываю добрый, иногда недобрый и так далее. То есть мы видим, что даже когда человек себя описывает, это все неоднозначно. И он не может одним словом описать себя. У него есть там тысяча разных слов, объяснений, истории и так далее. То есть это еще раз доказывает, что нет однозначного мнения ни на что. А есть только все в этом мире, как говорит моя дочь, все в этом мире зависит от восприятия, от восприятия. И говорит нам Равзелик Плиснин, действительно, все в этом мире зависит от восприятия. И селф-имидж, что каким ты себя представляешь, это тоже вопрос твоего восприятия. То есть ты можешь по-разному себя описывать и воспринимать. И он говорит, что если человек пять раз в день будет стоять перед зеркалом, вот так, и не так он говорит, одна формула, как построить себя, селф-имидж, чтобы быть благодарным. Посмотреть на себя в зеркало дважды в день, он говорит, в течение месяца, и пять раз говорить, you are a grateful person. Ты благодарный личность, ты благодарный человек, ты благодарный, а I'm, я, не ты, а я. Смотреть на себя в зеркало и говорить, я благодарный человек. И есть очень много вещей, за что я благодарен. Я благодарный человек, есть много вещей, за что я благодарен. Я благодарный человек, есть множество вещей, за что я благодарен. То есть, если дважды в день, по пять раз говорить эту формулу, 30 дней подряд, и после этого говорить, за что ты благодарен, включаться, то он говорит, то уровень твоей благодарности возрастет многократно. И, значит, это отлично, кстати, я много видел упражнений, знаю, когда ты, например, говоришь о себе, я благодарная личность, я благодарный, и есть много вещей, за что я благодарен. И говоришь вначале, за что ты благодарен себе, потому что есть такая заповедь, Ваавта, Лереха, Камоха, возлюби ближнего, как себя, и нужно себя полюбить. И поэтому, когда ты говоришь себе, я благодарный человек, у меня есть множество, за что благодарить, и ты благодаришь себя, благодаришь Всевышнего, благодаришь, что действительно ты становишься благодарной личностью, усиливаешь в себе благодарность, и приходят все спасения, освобождения и так далее. То есть мы сейчас соединяем эти две вещи, но мы-то знаем, что благодарить надо Всевышнего за все, за все, за все. Теперь, очень интересная одна вещь, последнюю хотел сказать. Я благодарна лично, смотришь на себя в зеркало, благодаришь. И даже в ситуации, когда плохо ты благодаришь, чтобы исправить то, что ты не благодарил раньше, когда было хорошо, это очень важно, что нужно именно вот в этом вот как раз, в этом и есть исправление, в этом и есть вот та главная точка вот этого нашего сегодняшнего урока, которая вот прям такой инсайт, да, у меня, что чтобы исправить те дни, моменты, месяцы, когда было все хорошо, Всевышний давал тебе все, а ты был неблагодарным, теперь после этого ты приходишь в какой-то тяжелый период в своей жизни, если в этот момент ты становишься благодарным, то ты исправляешь ту неблагодарность. И когда ты все исправил, тогда Всевышний возвращает тебе полностью все хорошее, что в принципе у тебя и было до этого. Все, дорогие друзья, всем я желаю благодарности, чтобы мы были благодарны Всевышнему, чтобы мы ценили его добро, чтобы мы ценили, что мы живы, здоровы, чтобы мы молились за тех людей, которые сейчас находятся в тяжелейших условиях, в тяжелейших обстоятельствах, чтобы Всевышний дал спасение, освобождение всем добрым, хорошим людям, всем людям, которые сейчас страдают, чтобы Всевышний дал им спасение, избавление, а мы, чтобы благодарили Всевышнего за то, что мы сейчас, если мы находимся, в какой бы ситуации мы ни находились, надо благодарить Всевышнего, потому что то, что мы дошли до сегодняшнего дня, это подарок. Каждый день жизни, который у нас был до этого, это подарок. Если мы раньше это не ценили, то вот сейчас нужно как раз восполнить вот этот момент и прямо целый день, не два раза в день, как советует Равзилек Плистин, а прямо встаньте возле зеркала и целый день говорите. Я благодарный человек и мне есть много за что благодарить. И благодарите. И так не два раза в день, а целый-целый день. Спасибо Всевышнему за все. Спасибо, спасибо, спасибо за каждую вещь, за каждый вдох, за то, что вы видите. За все спасибо и еще раз повторю, это тяжело, но спасибо за те даже проблемы, которые Всевышний нам посылает, за те страдания, за то, что сложно сейчас. Спасибо и за это. И в этот момент мы как бы проявляем максимальную веру во Всевышнего, мы верим, что все к лучшему и мы верим во Всевышнего и в этот момент Он сделает для нас все, потому что в принципе, ну это самое главное. Все, счастливо, до завтра, чтобы все добрые, хорошие люди усилились, чтобы победили злодеев. Значит, вы можете помочь. Мы сейчас с этого момента во Икра, мы сейчас все деньги, которые мы собираем, мы сейчас будем их распределять, использовать для спасения людей, для спасения жизни. В данный момент идет война и спасение жизни, это самое главное. Поэтому вы можете всю помощь, которую вы хотите оказать Израилю, молитвы, псалмы, финансовую помощь, вы можете это делать через Ваикру, через нашу организацию. Мы будем вашими представителями в Иерусалиме, в земле Израиля. И мы вас за это благодарим от всего сердца. И я думаю, что Всевышний тоже вам за это сильно благодарен. Все, до завтра.